Всем привет, привет, это ТУП Солнечная, это Аля на проводе, Ленчик, здоровайся. Здравствуйте. Мы едем в Ливорно с Ленуськой. У нас сегодня такая, кстати, погода, я утром, когда шла, то холодно. Я шарф одела, перчатки, даже шапку. Но шапку я еще одела, потому что я вчера не успела ни ногти привести в порядок, ни голову помыть. Вот, и мы едем в Ливорно, у нас вроде как готовы плакаты, да? А сколько ты заказала, Лен? Десять. Вот десять. Вот, потом надо попросить еще Карла, чтобы на неделе меня развез там по барчикам. Чтобы попросить, если можно, повесить вовнутрь, потому что вроде как с внешней стороны вешать нельзя, вроде, да, сказала? На солнышко вышло, но ничего, зато хоть вещи просохнут. Я уже жду, не дождусь, когда у меня родит Маруся, уже прям не могу отлучаться надолго из дома, прям потом все мысли об этом. Не умеет сама рожать, не перегрызает пуповину. Ну, то есть она детей рожает, но она не ест. Выключи язык. Выключи язык. Тебе мешают, да? Я знаю пока, когда ехал. Все эти это знают. Мы двигаемся. У кого есть навигаторы? Интересно, вот кто-то что-то придумал, наверное, столько бабла, да? Да столько мозгов вообще у людей. Красавцы. Просто. Я не знаю, мне там все в инстаграме в прямой трансляции поздравляли с праздником. Но что-то мне просто интересно. Мне кажется, этот праздник отмечают, ну вот молодежь больше. Но может быть, у кого конфетно-букетный период, может быть уже там люди постарше. А ты как думаешь? Не знаю. Я не отвечаю. Я тоже. Так ты вчера говорила, что муж на скрипке играл, готовился. А сегодня уже... Ну это же просто прикал. Лена вчера была со мной в прямом эфире в инстаграме. Мы рассматривали ее новое нижнее белье, которое она заказала. Да, девчонки были правы, что большой какой-то размер. Действительно, это большой, а не ошиблись в размере. Приснали мне чересчур огромные. Пришлось это вообще посылку обратно. Трусы ты имеешь сюда большие, да? Трусы, лифчик там вообще. Правда, XXL там было. Вообще огромные. Так что, кто смотрел вчера трансляцию вместе с Леной, тот в курсе. Но там действительно такой парашюты были. Ошиблись, да, там ошиблись. А ты же еще доказываешь, что нет, все хорошо. Нет, обычно они присылают нормальное. В этот раз прямо это... Я потом уже когда отключились мы... Посмотрела, да? Начала рассматривать, мерить. Ну что такое? Это теперь тебе сдать, надо время потерять, да? На почту отнести, да, посмотрю. О, вас прорвало, да, всех сегодня? В общем, мы заберем сейчас плакаты. Меня, кстати, вчера в трансляции спрашивала, ну что там, как девочки? Я не знаю, посмотрим как. Надеемся, стараемся. Усилия прикладываема, там как получится, без понятия, да, Алина? Это мы уже в Ливорно въезжаем. С цветочками кто-то едет. Девчонки, у меня еще мальчики, мужчины, у меня к вам еще одна просьба. Поддержите меня, пожалуйста. Ну, у нас с Леной. Сейчас, женщина, поговорите. Смотрите, Лена сделала страничку на Фейсбуке, я оставлю ссылку под видео. Нам нужна ваша поддержка, даже хотя бы на несколько месяцев, чтобы вы просто активно поучаствовали. Потом, если захотите, вы можете отписаться. Как называется страничка? Русская тусовка в Италии. Там будет Пизанская башня, в общем, мы там какие-то фотки зальем. Нам надо набрать просто группу, где мы будем рассказывать, как мы готовимся к мероприятию, какие-то там вот плакаты, вот фотографии с Ливорной сюда вставим. Женщина перебивает, вообще такой бестак на стакан. Вот, поэтому просто огромная просьба, вот поддержите там, ну, на несколько месяцев, а потом, если вы неинтересны от группы, отпишитесь, вам ничего не стоит, а нам приятно, и ваша поддержка, если будет чувствоваться. Где воспитывалась эта женщина? Мне вообще, как будто где-то тут написаны эти, да, названия улиц. Где тут я не вижу. Может где-то остановиться, посмотрите. В общем, оставлю страничку я на Фейсбук под видео, пожалуйста, девочки. Она как специально я скажу, и она мне. Она тебе вторит. Приоткрою окошку, Лен, дышать нечем. Я еще в шапке. Голова грязная, сейчас сниму, конечно, но голова грязная. Вот мы приехали сюда, здесь мы заказывали, Лена заказывала здесь наши плакаты, билеты, по-моему, пригласительные еще не готовы, а плакаты должны быть уже готовы. Плакаты мне делала Мариша, которая мне делала шапку на канал, на YouTube. Она сделала билеты. Там другая еще, тоже Маришка, которая тоже мне помогала еще в тот раз. Я показывала ссылку ВКонтакте на тоже начинающий фотограф. Но как-то всем понравилось, даже в интернете, когда выставили больше Маринки на этот. И видите, вот сюда, да, Лен? Сколько тебе обошлось? Ну, я не знаю, какая путь. Сама? 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 Что это такое? А, это такие блокнотики, типа, наверное, в подарок. Да, это такое. У меня не очень красиво. Ва би, он по. Он по с, смарт프� très, скажем, «толй-д agree» О, что? Переведите. Лена говорит не очень красный ушел. Ну ладно, что теперь? Ва би. По-итальянски? По-итальянски? Сама? 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 Сама-а, ва? Сама-а? Сама-а, 5-а, 5. Так, переключаемся. Смотрите, мы забрали плакаты, Лена немножко расстроилась, думала, что они будут глянцевые, да? Ну да, почему-то. Ну ладно, на первого раза пригласили мужчину посетить нашу мероприятие. Сейчас мы едем к Тане, потом нам надо зайти в русский магазин в городе Ливорно, спросить, если можно у них повесить плакат рекламы. Ты видишь мой телефон? Куда мы ехали? Сейчас, подожди. Сейчас, минутку, я тебе покажу. Ну, лёд тронулся, господа, что там и сделали? Мы сейчас были на большинстве, ничего не говорили. Почему ничего не говорили? Смотри, как красиво, это моя большинство. Что там у тебя на даче, Денис, да? Нормально? Трава растёт? Поехали, уитинерарио, по Виа Иван Кулу. Поехали, на Нор-Тест, на Виа Геован-Батиста Лулли. 20 гири, на Виа Ди Сальвяно. Травка у тебя зеленеет на даче? Нет, ещё холодно. Сюда? Поговорить сюда. Так, мы забрали Татьяну. Тань, здоровайся со всеми. Подожди, давай прямо ещё. Мне кажется, вот там есть. И мы выехали, подъезжаем к русскому магазину. Тань, здоровайся. Да, добрый день. Вот парковочка была, Лена. Можно вот здесь за эти красные. Ой, тут дырка. Ну, я попробую, не залезть туда колесо. Не надо попробовать. Давай лучше, где есть хорошая парковка. Что, поехать дальше? Да, едьте. Ну, если не уверена, зачем сейчас? Там дырка такая прям в полу. Ну, вот здесь магазин, давай направо. Да я от Ливорна вообще в шоке. Что-то я не ожидала, что прям такое ужас какой. А мне нравится. Вы его видите неправильно. Так вот мы его и видим, глянь, всё засранное у вас ужас. Нет, нет, тогда он разъезжает прямо налево сейчас. И там наверх мы можем подняться. Вот сюда ты проскочила. Да. Вот, видишь, парковка, видишь? А вот уезжает, стойка. А вот точно, вот, встать в первом месте. А там ты, это, влазим, не знаю. Наверное, не надо. Паскарабель. Я вперёд. Ты проскочила. Я наверх обычно в магазине. Давай, а куда ехать? Ну, ты проехал, в принципе, не знаю, куда ехать. Ну, надо вернуться назад, есть там где-то. Ну, теперь вернуться назад. Знаешь, какой круглый отзыв. Чё делать? Ехать. Что? Сейчас рейс-безидент. А, ну, отсюда далеко идти. Давай сюда поедем. Сейчас, сейчас я заеду. Много этажек много у вас в городе? Ну, как много этажки? Девятиэтажки. И один торчит 22-этажные. Остальные, в общем-то, очень красивые есть направо. Есть красивый район, Скопай называется. Он по шведскому типу. Там трёх-четырехэтажные. Все живущие на первом этаже имеют свои садики 200 квадратных. Давай здесь перебаркуем. Кстати, ты знаешь, я вот всё время говорю, что когда я приезжаю в другие города, да, что у меня такое впечатление, что я за границей. Ну, вот когда я приезжаю в Ливорно, у меня такого ощущения нет. Я никого не хочу ничем обидеть, но просто это вот моё личное состояние души. У меня нет такого ощущения, что я за границей вообще. Да когда я вас водила в отель Grand Thee Palacio... Да, добрый день. Сегодня солнечно, но слегка прохладно. Да. Ты часто бываешь в этом русском? Нет, редко. Я чаще бываю в России, чем в этом русском магазине. Поэтому... Вот сегодня на праздник можно купить селёдочки, порадовать себя. Ты отмечаешь этот праздник? Тебе муж цветы подарил? Он ушёл на работу, утром придёт, вечером. Цветами? Конечно. Ну, посмотрим на твоём фейсбуке букетик, если запастись. Ещё у кого-то Новый год, вон висит гирлянда. Карнавал у вас идёт? Я не бываю в городе, мне некогда. Я бываю в подготовке конкурса. Как у тебя дела с конкурсом? Так, вот она. Ну, всё, тогда... Тройка, называется тройка, да. Давай, заходи. Заходи. Может, и пельмени купить? А что ты закрылся? Таня, как всё организовано? Нет, ну, у них, видишь, он... А, вот он Сергей, по-моему. А! Добрый день, можно? Да, да, заходи. Здравствуйте. Я Андрей. Ой, Андрей, я уже много лет с вами тогда познакомилась. Вы были, да? Да, да, да. Вы задавали мне это самое. Ну, это было. Да. Нет, девочки просто приехали. И мы, знаете, 4 марта организуют физи-праздник, посвященный Минжевского дня. Сделали плакат. Нельзя ли у вас регулировать? Конечно. Да, вот. Спасибо. А у вас есть... Я сейчас сделаю. Спасибо. А вы откуда сами? Я с Украины. Ой, откуда именно? Со Львов. Так, передавайте Львову привет. Там со Львова много девчонок смотрит. Огромное вам спасибо, что вы нам помогли. Вы готовы нам помогать и развещаете? А, много человек, много человек посещаемость у вас хорошая? Нормально. А, ну, дай я выйду, посмотрю. Не слишком низко, не слишком много. Посмотри. Ну, как раз. Серёжа, у тебя такой акцент, как будто вообще-то здесь живёшь и родился. Ой, надо было немножко сюда его и пониже. Да не, нормально, нормально. Не, не, вот очень высоко. Там написано впервые в Пизе очень высоко. Оно и так ещё написано. Кому захочет тут увидеть? Ну, Лен, лучше вот так. Ты думаешь? Ну, да. Вот смотри. Отойди туда, сейчас будет эффект. Это очень высоко. Не все же такие высокие, как ты, длинноногие. Я всё спиной не спрашиваю. Да? Не, хорошо всё. Вот, пожалуйста, звоните, кто хочет с Леной пообщаться, я вам по секрету скажу. А, Зиккуты? Нормально. Так, идёшь, 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 и видно. Кроссвордики у Серёжи продаются здесь. Пельмени, кстати. Интересно, сколько они. О, кстати, его вареники, кстати, по 2,85. Серёжа, поскольку у вас вареники? Ой, вареники, пельмени, пельмени. 3,6. 4 евро, полкилограмма, 6 килограмм. А какие у вас эти, типа, уральские там? Сибирские есть и кремлёвские. Кремлёвские это с индюшинным мясом, кто не ест свиного. А сибирские это просто... Ты давно в этом магазине работаешь? Давно уже, больше 10 лет, наверное, да? Что за 3 лет, да? Не, не знаю, 9 лет у меня. Ну, я помню, что... Да? Молодец. Я уже много лет, да. Молодец. Потому что я вижу, румыне открывали рядом с Пенцикавалоте, но, по-моему, они закрыли. Да они там 150 раз уже что-то открывали, закрывали, открывали, закрывали. Да, они в одном месте открывали, потом в другом, ну, не держат. А итальянцы приходят к вам, покупают итальянцы? Да, приходят. Да? А чем больше пользуются спросом в вашем магазине, вот это у итальянцев? Что чаще всего берут? Послушай, у нас мы давно работаем еще с икрой. А, в основном икрой. А у тебя есть какой-то там, ну, твоего магазина этот самый, бюллетина, как это сказать? Реклама твоего магазина? А где найти твой фейсбук? Твойка. Нет, а где-то адрес есть, ты мне можешь написать? То есть, если вы вот, если так вот люди забьете на фейсбуке, тройка Ливорна, потому что я вчера искала, у меня ничего, русский магазин не выбивала вообще в фейсбуке. Я написала, русский магазин Ливорна, у меня ничего не выбило в фейсбуке. Надо пересмотреть, что там случилось. Смотрите, ребят, если кто-то будет искать, кто-то приезжает из туристов, и вы хотите что-то нашего, или просто не знаете города, и приехали просто проездом. Смотрите, вот так вот забиваете фейсбук тройка Ливорна, и там все контакты. А вот еще здесь есть телефон, смотрите. Здесь есть, нажмите на паузу видео, вот, запишите на всякий случай. Видите, телефончик есть, и есть адрес. Это прям ваша реклама, это прям икрой вы занимаетесь, да? Да, мы там в магазинах, в паузу, да? У меня есть витрины. Что с витрины? У меня есть витрины хлеба. А какие вы советуете взять пельмени? А у меня нету, ты знаешь, что... Он сказал, по-моему... Какие пельмени, как называют? Лакморские? Последние, ну ладно, ладно. Еще не разгрузили последние. Лакморские есть? Лакморские вкусные? Какие лучше взять пельмени? Самые лучшие. Лакморские, да? С моим указом сделаем. А? Да, это вкусненько, кстати. Я деньги не траншу, у меня деньги лежат. Мне за газ надо заплатить, 100 евро пришло, поэтому у меня все. Пришла, понюхала, посмотрела, победила свой аппетит. О, кстати, смотрите, есть эти самые крема, вон, бахотные ручки, чистая линия. Нашла? Ну ничего. Гель после депиляции. Лена, тебе крем после депиляции не нужен? Нет, у меня уже все продепилировано. Навсегда, с лазером. Навсегда, да? Не, ну правильно, вы же черные, у вас оно же все видно. А мы белые. А мы белые, у нас все, естественно, натуральное. Ну смотри, квас, квас, квас. Лена, халва, смотри. Ну вот это, самая вкусная вот эта халва, вот. Маленькая, да? Да, в шоколаде. Слушай, когда... Так у него, у тебя цены такие хорошие. Я тебе спою так. У тебя недорогие такие цены. У нас магазин дороже намного. На ваших, чем на ваших маршрутках, да? Рубль 30, 95, сгущенное молоко, недорого. Не-не, у нас с нашим магазином, у нас, мне кажется, дороже. Ленчик, смотри сюда. Красивые какие. Красивые, ну что-то у меня есть. Ты посмотри, какие. А капусточка квашеная, о, с лачком. Да? Я, кстати, хрен, я хрен брала на той неделе, блин, я его висела. Огурчики. Посмотри, арбузы квашеные. Смотри, есть арбуз. Нет, это не есть. Я тоже, кстати, даже никогда не пробовала арбуз квашеный. Гречка, Лена, по 2,50. У меня еще дома есть. Овсянка. Пивко. Выно. Не хочешь хренчика, Лен? Нет. 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 Зефира малым не хочешь? Смотри, вон хлопья, Лен, семечки. Польская, Балтика, польская, мыска. Книжечки, деткам, семечки. Бери сама. Мне надо платить свету. Ой, газ мне пришел. А у меня ровно 100 евро газ стоит. Смотри, какие икра большие банки. Черная большая и красная большая. Селедочка. Ну как, он же каталог мне дал. Ну, вон та икра черная. Это у тебя черная икра вон там? Да, конечно. Такая синтетическая? Нет. Нет. А у тебя есть итальянский поток покупателей? Конечно, что есть. Точно? Ну вот один уже пришел. Ну это не итальянец. Видишь, из Доломолдавия. Нет, это Румыния. А, Румыния. 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 Хорошо. Спасибо большое. Ну, видишь, я тогда на итальянском один. Пока Серега разрешает. Или можно? А? Ну что? Андрей, я вам сказала. А я Сережа, 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 Сережа. Сережа спала мало, да. Нет, мне послышала, что ты сказала, Сережа. Да, я сказала, но он меня поправил. Потому что, я говорю, мы с ним все здесь уже много лет назад. А я же Сережа, Сережа. Да, да. У меня много лет не было здесь, да. Ну, видишь, на итальянском пока разрешают. Потом не разрешают и не разрешают. Что, ты на итальянском? Нет. Мы напечатаем же листовки, принесем листовочки. Там и итальянском, и на русском. Потому что мы 500, сколько? 500 заказали. Вот, так что там зал очень большой. Ты придешь к нам, ты женат? Приходи к нам. Приходи с женой к нам 4 марта. Ну, 35 евро стоит. Но у нас обед... Ну, слушай, это оно должно. У меня трое детей. У меня тоже трое. Все девочки. У меня все девочки. А какой возраст? Одна 17, две близняшки по 8. Как мои? Мои 19 будет, потом 14 и 12. Не знаю, что это. Я работаю, жена сама поделена. У нас будет шоу-программа, обед. Потом будет ведущий, который... Ну, реклама есть, послушайте. Отправляешь его одну? Жену к нам давай на праздник. Присъезжает. Да, ну так там телефон написан, пусть позвонит. Да, ждем тогда. Ждем. Ты меня спрашиваешь, что ты везешь? Слышь, с подружкой пусть приезжает. Ну, слушай, это не ко мне. Напечатаем листовочки, принесем тогда, поставим. Ну, мне кажется, я не знаю, девочки, вот если бы висел, даже если он говорит, у него есть итальянцы, повесьте один плакат, не жлобитесь. Мы привезем пригласительные билеты вот сюда положим. Ну, кому надо, кто будет заинтересован, возьмет и почитает. Вы в фейсбуке поставили. Ну, я сделала вчера в русскую группу, там 27 комментариев уже есть. К нему в магазин. Или в инстаграме. А, к тебе в магазин, да? 400 этих есть. Ну, тогда я к тебе сегодня постучусь. Стучиться. Ну, я и тогда под видео тоже оставлю твой адрес и твой номер телефона. Если кто-то из туристов из наших приезжает, да? Это нормально, что должны работать вместе. Видишь, как все. Конечно, естественно. Жена тоже из Украины? Нет, она у меня с Ташкент. А ты со Львова, прям со Львова? Вот мы и делаем такое интересное мероприятие. Я тоже из Украины. Ну, как родители в Мелитополе живут. А ты? А я в Италии уже сколько лет. Просто, что, когда папаш военный был, мы меняли города. Я не могу даже сказать, откуда я. Родилась я в СССР. Гарнизонная ты, короче. Да, из гарнизона. По гарнизонам мотались. Хорошо, Андрюшка. Тогда я размещу Андрюша, Сережа. Он же Вася, он же ты. Я тогда тебе постучусь в группу разместить рекламу, а твою к себе под видео поставлю. Хорошо? Я тебе тоже визитку оставлю на всякий случай. Если что, вдруг звони, там, может, какие-то новые товары, там, или еще что-то тебе надо помочь, да? Да, без проблем. Кстати, оставлю у тебя тут немножко визиток. Может, кто-то зайдет из наших, кто там чем-то занимается. Положи. Потому что потом у нас будут конкурсы. Положи вот так просто, может, кому-то надо будет. Конкурсы, которые я провожу. Приедут тоже из Израиля, из России, из Украины, из Молдавии. Одна должна... А кого же от Санька зовут нам? В том году из девяти стран приезжала. Что ты накупила, покажи. Попить не взяла, так пить хочу водички. Возьми мне водички, а? Здесь, по-моему, много русских, да? У меня, наверное, есть мелочи. Это в каждом, русскоговорящем. Сейчас я посмотрю. Они у меня тоже, наверное, мелочи нет. Как и в любых городах. Я вчера искусствовала, потому что я... А, ну, посмотрю, у меня есть мелочи там. Там, по-моему, слотка должна быть моя последняя. Вот, а сейчас уже идем. Да, да, конечно. Особенно на пятничном базаре много. Ну, не все приветливые, не все. Андрюш, есть какая-нибудь водичка холодная, маленькая бутылочка? Да, подожди, ты не надо денег. Ну, спасибо большое. Ой, спасибо большое. Коммерсант ты должен быть таким. Вот люди не понимают, да, когда открывают свое дело и не любят людей. Людей надо любить, тогда они к тебе идут. Первым делом, кто думает сразу на деньгар, сразу что-то проделать. Вот в том-то и дело, да. Я столько итальянцев видела, я жила у моря. Вот такие были. Заходить было, не хотелось в этот магазин. А зачем вы открывали? Ой, зачем? Если вы хотите торговать... А, слушайте, здесь еще, простительно, вы давно дома были? Я думаю, три раза в год. Ну, она из России, там же немножко по-другому. Нет, я летаю постоянно. Ну, я люблю на рынке ходить, в магазины. Нет, я не могу сказать. Поменялось, видите, уже немножко поменялось. Андрей, ты часто домой ездишь? Ну, не часто, конечно. Но это только мало. Ну, потом, если он торговлей занимается, как он поедет? Что ресторан, что магазин? Ну, жена, наверное, тоже здесь помогает. У меня когда-то трик был, а я там продавался. А-а-а. Тяжело, конечно. Не, не то, что надоело. Ответственность большая, конечно. Да, видишь, вот итальяне пришли, купили сметану. Правильно, правильно. Надо здоровье беречь и иметь свободное время, правильно? Тогда счастье не уступает. А когда вкладываешься и не видишь жизни, жизнь-то пролетит и не займет. Все, Андрюшечка, спасибо большое. До свидания. До свидания. Пока. Едем в следующий раз и портить. А ну, дайте посмотрим еще раз, как будто кто-то из нас идет. Давай, ты с той стороны, а я с этой стороны. Вижу я или нет? А ну. Иду, 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 и плохо вижу. Надо было на ту дверь вешать. Нет, нормально, нормально. Ты что, сразу заинтересует людей. 8 марта на этом написано. Не, Маринка, конечно, молодец. Она красиво сделала. У нее как-то лежит к этому душу. Она быстренько оперировала. Мариша, тебе огромное спасибо, если смотришь. Очень красиво. Это наш второй плакат. И как стоит, чтобы держать его здесь 15 евро в день? Да, сейчас уже. И почему играть из интрата? Субтитры делал DimaTorz. Субтитры делал DimaTorz. Спасибо. 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 Ну, с переключаемся. Я бежала домой быстрее готовить обед. Саша, смотрите, прибежала. Саша уже приготовила котлеты. Она раньше меня пришла. Смотрите, одна такая прям вообще маленькая, другая большая. Правда, здесь нажарила она сковородку отмывать. Забыла, видно, закрыть сухарики, крышечка от этого. Но сама пожарила все. Приготовила себе обед и мне. Потому что рис у меня был сваренный. Она пожарила котлетки. Сама замесила все. Молодец, Саша, комплименты.